История называется «Дар любви». «Могу я посмотреть на своего малыша?» – спросила счастливая роженица у врача. Когда сверток с ребенком оказался у нее в руках, она отодвинула одеяльце, взглянула на его личико и вскрикнула. Врач быстро отвернулся к окну. Ребенок родился без ушей. Время шло, и оказалось, что слух ребенка был в норме. Все оморочало лишь внешний недостаток. Однажды мальчик прибежал из школы в слезах и бросился к матери. В тот день она поняла, что в его жизни будет еще много несправедливости. Он выпалил свою трагедию. Один мальчик-старшеклассник назвал меня уродом. Мальчик рос красивым, несмотря на такой физический недостаток. Любимчик среди одноклассников. Он мог бы стать президентом класса, если бы не его внешность. Он оказался одаренным в области литературы и музыки. Отец мальчика консультировался с разными врачами. Один сказал ему, что я могу сделать. Думаю, я способен сделать трансплантацию внешнего уха, но главное – это найти подобный трансплантат. После этого начались долгие поиски человека, который был бы готов пойти на такую жертву ради молодого человека. Прошло два года. Однажды отец сказал сыну, «Собирайся в больницу, сынок. Мы с матерью нашли того, кто пожертвует ради тебя своими ушами. Но личность этого человека останется в тайне». Операция прошла успешно. На свет будто появился новый человек. Его талант расцвел в полную силу. Он с блеском окончил школу и университет. Позже он женился и поступил на дипломатическую службу. Он часто спрашивал отца, «Я должен знать, кто стольким пожертвовал ради меня. Я хочу отблагодарить его. Хотя все, что я сделаю, будет недостаточно. Я не думаю, что могу сказать тебе. По соглашению ты не должен знать. Пока». Этот секрет хранился еще много лет. Но однажды настал один из самых мрачных дней в жизни сына. Он стоял с отцом у гроба матери. Нежным движением руки отец приподнял густые каштановые волосы своей жены и сын увидел, что у мамы не было ушей. «Мама часто говорила, что она рада, что теперь никогда не будет стричь волосы», прошептал отец нежно. «И никто никогда и подумать не мог, что она стала менее красивой. Настоящая красота не в физической внешности, а в добром сердце. Настоящее сокровище не в том, что снаружи, а в том, что глубоко внутри. Настоящая любовь заключается не в том, чтобы сделать добро и рассказать о нем всем, но сделать его незаметно».